Я прибыл на землю с тайной миссией познать, почему Бог на земле сделал мух. Слева от меня земляне, которые создают эти мухи. Узнаем, почему они это делают руками Божьими. Подходим. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, почему Бог сделал мух? Чтобы они летали и раздражали людей. Отлично сказано. Это наше проклятие. Хорошо. Наверное, чтобы знать, когда спотишь и завоняешь. Я предполагаю, что мухи, как паразитические существа на земле, создают определенный вид, которым питаются определенные другие существа. Но почему эти мухи размножаются среди человеческого общества, мы сейчас уточним у других особей. Скажите, почему мухи живут среди людей? Скажите, почему? Иди сюда. Боится. Говорит, вы видите, что земляне некоторые очень пугливы. Да, узнаем, кто не пуглив. У вас вооруженный глаз, я вижу. Правильно. Он тоже не хочет со мной разговаривать. Вы не боитесь пришельцев? Нет. Нет. Скажите, почему мухи разводятся среди людей? Люди грязные. Так, хороший ответ. Кто создает грязь, люди создают грязь. Или она сама произвольно создается? По-разному. По-разному. У вас еще нет точного конкретного философского ответа на этот вопрос. Подумайте, я к вам еще подойду. Повернитесь. У вас снимает скрытая камера. Мы ведем репортаж. Идет прямая трансляция на всю вселенную. Вас смотрят на Марсе. Почему Бог на Земле сделал мух? Я не знаю, что на этот вопрос ответить. Вы не думали об этом? Или вы никогда даже не задавались вопросом? Ну, конечно, я не задавался вопросом. Вы не задавались этим? Кто-то же должен нюхать наши какашки, правильно? Еще раз. Кто-то же должен нюхать наши какашки. То есть вы считаете, что предназначение именно мух в том, чтобы ощущать то, что выделяет из себя человек? Я думаю, это их основная задача, прямая. Я могу предполагать, что, видимо, фанаты нюхают то, что вы выделяете на сцене. Ну, я на сцене стараюсь это не выделять просто. Вы не выделяете? То есть то, что ваша музыка, она ассоциативно не связана с выделениями? Нет. И головы, и психики. Только не с такими выделениями. Ну как же, голова выделяет что-то, психика выделяет. Вы выделяете через руки. Эмоции. Эмоции. Музыку. Хочу обратить внимание, что сегодня мы будем воочию созерцать, как поклонники, слетятся просто на это большое-большое под названием рок-культура. А вот, собственно, почему некоторые, так сказать, музыканты создают эту рок-культуру, мы сейчас, собственно, узнаем. Я могу прерывать ваш разговор на несколько буквально минут. Минутку. Да, конечно. Алло, алло, алло. Вы с кем говорите? С Марсом, с Венерой? Или как? Вы с какой? С Юпитером. У вас контакты с Юпитером наведены, да? Вы землянкой или пришелец? Нет, пришелец. Откуда вы прибыли? С Юпитера. И вы теперь поддержите себя? Как ваши взгляды с Юпитера на Землю? Нормально. Мне только что оповестили, что здесь будут такие выделения, что, так сказать, поклонники слетятся как муки. Может быть, может быть, не знаю. Мне сказали, что рок-культура очень сходна именно с этими формулировками. Нет, я не согласна. С чем тогда вы могли бы сопоставить? У вас нет мыслей? Мы пока нету. Пока нету. Я к вам подойду, когда вы оформитесь. Нет, я не могу. Так, хорошо. Входим непосредственно в этот бункер. Вы слышите страшный рёвый и грохот на сцене. Это земляне. Это земляне, которые сейчас будут создавать музыкальных Ну, для чего они это будут делать? Вот это самая сегодняшняя главная тема, которую нам предстоит узнать. Но самое интересное, как они могут страшно матом грохоти просто жить каждый день? Я не представляю. Мне загадка. Это вторая главная загадка, которую нам сегодня предстоит открыть. Ничего себе. Скажите, вы ничего не слышите? Как вы можете, находясь в этом грохоте, друг с другом разговаривать? Мы такое не любим. Ну, теперь я, собственно, и двигаюсь к пространству, в которую я хотел бы сказать, что организовали, освоили или, скажем так, даже захватили некоторые особи, которые будут создавать вот эту музыкальную культуру. Это пространство называется Гримёрка. Гримёрочка. Отправляемся в Гримёрочку. Вот. Да. Гримёрочка. Это особенное место. Здравствуйте. А вот это Гримёрка. Так и есть. Так и есть. А мы с вами уже встречались и на улице. Да. То есть вы всё-таки музыкант. Да. Чем отличается Гримёрка и зачем она нужна от всего другого? Для того, чтобы приготовиться перед концертом, как надо. А как надо готовиться перед концертом музыканту? Причесаться, переодеться, разогреться. То есть вот ремень заменить, это тоже одна из важнейших атрибутов подготовки. Нет, я его просто сбоку повесил, потому что на гитаре играешь, чтобы не царапать гитару. А-а-а. То есть есть даже такие нюансы, особенности. Покажите ещё крупнее, пожалуйста, откуда. Значит, вы сюда на бок, да? Да. А гитара у вас вот весь располагается, да? Это нормально. Что вы играете? Ну, какую-то своеобразную, наверное, стилистику такая, металл какой-то, с всякими примесями, наверное. Новая волна, я бы сказал. Новая волна. Новая волна. И что вы там примешиваете к тому традиционному року? Немного мелодики. Возьмите, пожалуйста, я тут немножко сейчас, да, поправлю себя так. Да, слушаю вас. Немного мелодики, немного хардкора. Так. Немного дедкора. Так. Ну, естественно, чистый вокал. То есть такой винегрет. Ну, да, скажем так. Ну, это что-то новый такой продукт, я бы так думаю. Что сподвигло вас на какой-то новый продукт? Что вам не нравится старым? Ну, хотел сделать что-то для себя. Нам просто это нравится, поэтому мы играем. А, да вы не себя играете. Нет, мы, естественно, играем для публики, но если бы публике это просто не нравилось, мы бы, естественно, не избрали такой стиль. Мы бы играли что-то попроще. Как вы относитесь к поклонникам? Уважительно, и мы их всех любим. Говорят, что поклонники как мухи слетаются, вот так сказать, на эти рок-коллективы и липнут, и липнут, и липнут. Как вы с этими мухами боретесь, когда они липнут? Мы с этим не боремся, мы, наоборот, за то, чтобы этих... Побольше от него прилипало, прилипало. Да, было больше. Но некоторые девушки говорят, что им нравится быть мухами, и им очень нравится липнуть. Как музыкантам нравится, когда они липнут в большом количестве. А, то есть вы испытываете удовольствие. Естественно, естественно. Я думаю, это одна из основных причин, по которой... Которые вы выходите на сцену. Да, и продолжаем работать, работать на студии. Чтобы к вам липли девушки, вот так, отлично сказано. Вот видите, вот мы открыли одну из основополагающих рок-культуры и музыкантов, которые выходят на эту сцену и создают. Вот это что-то вы только показали. Вы куда-то меня послали? Нет, нет, это поза, додобрительный жест. Ну, это, по-моему, довольно агрессивно, да? Почему в вашей культуре используются? А вы сегодня находитесь на агрессивном концерте, поэтому... Вы сегодня находитесь на агрессивном концерте, поэтому это абсолютно нормально. На агрессивном? То есть у вас там дерутся, да? Бьют морды друг другу, да, говорят, и там, и так далее. А девушки это все... Это весьма эмоционально и весьма, да, жестко. Жестко? В жесткой форме проходят концерты. Правда? Ну что ж. Я думаю, сейчас все увидите, мы выйдем на сцену. Отлично. А как группа? Виржиния. Виржиния, вас уже объявили, вас уже ждут. Ну, а пока, пока вы сидите, можно с вами выйти на сцену, а вы мне расскажете, что это за железяки там стоят? Держите микрофон. Только направляйте в себя. Хорошо. Так, первым делом, первым делом, первым делом, расскажите, что это такое? Вот это, вот это, вот это, вот это, что такое? Это гитара. Он чуть-чуть держит. Да. Вот это что такое? Это гитара. Гитара. Да. Так, и для чего она? Ну, естественно, для того, чтобы играть. А, на вот этом играли. Да, это одна из классификаций струнных инструментов. Струнных инструментов? Вы на чем играете? Вы на этой гитаре играете? Покажите, как вы это делаете. Я беру ее, вешаю и играю. Ну, покажите, покажите. Я все увесить через 10 минут. Через 10 минут. То есть, до этого вы не можете брать гитару. Это священно, да? Это такой ритуал, да? Нельзя раньше времени его трогать, да? Можно сказать и так. А то вдруг оттуда что-то вылетит, да? Звук. Звук. Я слышал, что в рок-культуре используют перегруженную гитару. Да, перегруженную гитару. Почему это и делают? Ну, для того, чтобы звук был более агрессивный, скажем так. А почему вам нужна агрессия? Ну, мы избрали такой стиль музыки. Агрессивный, он нам более, скажем так, он просто нам нравится. Вот и все. Чтобы девчонки вот на вашу агрессию прыгали, да? Или ах, какой-то, да? То есть, такое мужское начало. Такое фаллическое, да? Можно и так выразиться, да. Такое возбуждение в голове, во всем теле, в духе, да? Такое эх. Ну, а Рахманинов, там, Чайковский? И это само собой, естественно. Если бы не эти люди, я думаю, наша музыка была бы намного отстали. Вот. И благодаря таким классикам, как и Бах, и Бетховен, она много приобрела за счет них. Внимание! Мы слушаем группу Виржиния! А вот и Виржиния пошла. Вы Виржиния? Да. Да, вы Виржиния. Скажите, а вы когда выходите на площадку, у вас коленки трясутся? Нет. Идите, я не буду вас удержать. Нет. Что, уже коленки не трясутся? Уже настолько все хорошо? Да, представьте себя. Ну да, вы уже, наверное, хорошо кушаете, потому что коленки не трясутся. Да нет. Хорошо. Сейчас, пока еще ребята не начали, хочу узнать, вам страшно выходить на сцену, скажите? Нет. Что, почему вы не боитесь? Почему вы не боитесь? Это же всегда волнительно очень. Вы давно потеряли страх сценический? И страх это самое? Ну да, да, потерял страх. Ну что ж, тогда мы слушаем Виржинию. Только бесстрашные Виржинию. Ура! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну посмотрите, они все-таки это слушают. Вы что-нибудь слышите из-за того, что они поют? Да. Скажите хотя бы одно слово, которое давало их вовсе. Меня удивляет. Меня удивляет, как эти грубкие, юные существа, умудрают услышать вот такую музыку. Невероятно. Невероятно. Ведь что-то у землян есть такое, что не будет подходимо ни с чем. Я вот тоже, вы знаете, я пытаюсь услышать хоть что-нибудь. Там же даже друг друга невозможно услышать. Это то, что музыка. Вы что-нибудь слышите, а о чем они говорят? Это хорошая музыка. Хорошая музыка? Безумно хорошая музыка. Ой. Ну хоть вы меня утешили. Я тоже стал думать, думаю, неужели, может быть, я такой идиот. Вот пришелись на землю, что ничего не понимаю. Вот чем она хорошая? Нет, вы все понимаете, это душевная музыка. Я сегодня пришла, потому что мне не хватало тепла. Тепла, да? Да. И это душевная музыка? Это душевная музыка. То есть я могу предполагать, что вот такая музыка возникает из соответствующего строения души. Да? У меня есть соответствующего строения души. Я сегодня приехала со своим другом из группы «Наив». Да, я в курсе. Да? Да? Мы не слушаем такую музыку, но мы сегодня захотели послушать такую музыку. Что вас все подвигло на это? Подвигло? Душа. То есть вот ваша душа требует вот таких вот металлических звуков? То есть ваша душа тоже сделана из металла? Мы на самом деле остыли от той музыки, в которой мы играем. И сегодня мы хотим послушать ту музыку, которую играют здесь. А что с человеком происходит после прослушивания такой музыки? Я же... Должны быть мутации серьезные. Нет, на самом деле я оживаю. Глядя на вас, я действительно... Я оживаю. Я уже просто всем своим существом и на планетах захотел тоже приобщиться к этой культуре и прочувствовать, и стать таким же. Я надеюсь, я тоже... Давай. Хорошо, хорошо. Вот такие вот особи женского пола слушают вот такую музыку. Будет есть надежда, что, может быть, и я, и я тоже стану таким же душевным, теплым и мягким после прослушивания этой музыки. Два слова. Как вы сказали, дорогу? Мне говорят, дорогу. Обращение к местной администрации за помощью иногда оборачивается в виде того, таким, скажем, не душевным отношением к телевидению, да. Ну, сколько характера, столько и людей. И вот, видишь, вот опять проходят такие же кричащие, да. Здравствуйте. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok